Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео мы с вами будем говорить на очень актуальную летнюю тему, это уход за телом. Я получаю очень много вопросов касательно о продуктах, которые я использую для себя в своих других социальных сетях, и, конечно же, периодически стараюсь вам показывать и подсвечивать то или иное средство, но я подумала, что тема ролика действительно очень популярная, очень актуальная с наступлением теплой и классной погоды, и почему бы нам не сделать с вами вот такое общее видео о всех этих баночках и о своих главных правилах в уходе за своим телом. Поэтому, если тема данного ролика вам интересна, то обязательно не переключайтесь и продолжайте ее смотреть. Ну а мы с вами начинаем, и давайте для начала немножко расскажу вам свою предысторию о том, как я вообще отношусь к уходу за телом сейчас и как я к нему относилась раньше. Скажу сразу, что к уходу за телом я сейчас отношусь очень серьезно, наношу сразу несколько продуктов, увлажняю кожу в несколько этапов для того, чтобы достичь красивого эффекта увлажненной и напитанной кожи не только здесь и сейчас, но и на протяжении целого дня. А сейчас я стала прямо замечать, что когда я выхожу из душа, начинаю наносить все эти баночки, все эти продукты, то, по сути, у меня уходит примерно минут 15-20 на это на все, поэтому я стала заводить будильник еще раньше с утра. Конечно же, так было не всегда, и вспоминая себя лет 5-6 назад, я помню, что я вообще практически не наносила никакие увлажняющие средства, либо, может быть, делала это буквально один край-два раза в неделю. Я не видела в этом смысла, я не понимала, какой от этого эффект, и, честно, мне было как-то лень, наверное, ухаживать все-таки за своим телом. Но с возрастом, с годами, как говорится, ты начинаешь немножко по-другому относиться к жизни, ты начинаешь по-другому относиться к себе и начинаешь себя больше любить. Поэтому сейчас я действительно кайфую от этого процесса и считаю, что все это дает очень хороший результат. Наверное, начну с того, что сейчас, в летний сезон, пока хорошая погода, я стараюсь практически каждый день заниматься какой-то физической активностью. Это могут быть либо пробежки в парке, либо какие-то короткие тренировки дома, которые так или иначе я стараюсь подсвечивать и делиться ими с вами в своих влогах. Ну а после я уже иду в душ, и перед тем, как очистить кожу, я стараюсь всегда делать массаж сухой щеткой. Про эту тему я опять-таки говорила в предыдущих каких-то своих видео на моем канале, но мне кажется, что повторить эту информацию будет полезно, потому что все-таки сухая щетка, массаж сухой щеткой, если у вас нет никаких противопоказаний, что тоже, конечно же, очень важно, дает очень хороший и действительно заметный результат, особенно если вы сейчас на стадии сбрасывания веса, потому что когда вот я сбрасывала вес примерно 2-2,5 года назад, я практически каждый день делала как раз-таки массаж сухой щеткой. Особое внимание я уделяла проблемным зонам, и вы знаете, такой очень хороший действительно заметный лимфодренажный эффект дает этот массаж, поэтому если ваша цель это проработка каких-то проблемных зон, то рекомендую попробовать. Я начинаю делать этот массаж буквально от щиколоки, и всегда все движения у меня идут наверх, для того, чтобы как раз-таки достичь лимфодренажного эффекта. Также, конечно же, уделяю внимание области живота, бедер, ну и на это я примерно уделяю минут 5. Если вы не знаете о том, как правильно делать, по каким линиям нужно делать массаж сухой щеткой, то я все-таки рекомендую перед первым использованием обязательно ознакомиться с этой информацией. Много различных роликов и на ютюбе, и каких-то статей, вот, но все-таки эффект очень классный. Щетки бывают абсолютно разные. Опять-таки, я рекомендую выбирать те, что максимально более плотно набитые, потому что те, которые идут редкие, они, конечно же, такой, знаете, прожигающий эффект вам не дадут. У меня вот этой щетке уже, наверное, 3 года, она уже такая вся не очень симпатичная. Это бренд Эломис. У нее в комплекте идет такая, знаете, длинная ножка, но абсолютно не бесполезная. Я всегда надеваю просто на руку и ладонью, по сути, работаю. Также есть огромное количество хороших вариантов сейчас и на Marketplace, и на Озоне, на Wildberries, и поэтому я думаю, что каждый сможет найти то, что подойдет вам больше всего. Ну, просто вот показываю пример плотно набитой как раз-таки сухой щетки. Следующий этап будет скрабирование. Скажу сразу, что я на самом деле очень категорично была какое-то время к скрабам, пока не открыла для себя текстуру, которая идет именно с маслом. Вот здесь вы получаете очень хороший эффект эксфолиации, но при этом при всем кожа после этого не травмирована, а напитана и очень красиво сияет. Мой любимый скраб как раз-таки с подобным эффектом, это, конечно же, от бренда Colorance, который я вам много раз показывала. Этот скраб идет из серии Tanique и называется Sugar Polisher. То есть действительно это такой, знаете, красивый полирующий эффект, да еще и с невероятной отдушкой. Вообще я всегда говорю, что для меня бренда Colorance потрясающие ароматы, которые просто дарят настроение на целый день. И вы знаете, когда вот бывает такое состояние, когда немножко грустно, я всегда в такие дни стараюсь как можно больше ухаживать за собой, как можно красивее делать себе макияж, потому что это сразу же поднимает настроение. Ну и, собственно, эта баночка у меня, наверное, уже не знаю, может быть пятая, может быть шестая, я к нему постоянно возвращаюсь. Этот скраб как раз-таки очень хорошо пропитан маслом, и, по сути, когда вы выходите из душа, то вы уже видите, что даже после скраба кожа уже напитана, увлажнена и очень красиво, знаете, так сияет. Можно, конечно, крем не наносить увлажняющий, но я все равно после любого скраба всегда наношу еще и увлажняющий крем. Также хотела вам показать еще один вариант классного тоже скраба на маслянистой основе от бренда Male. У меня тот, который называется Bora Bora, у него тоже невероятно вкусная отдушка, такая, знаете, немножечко напоминает жвачку. И здесь принцип точно такой же. Маслянистая текстура, которая очень хорошо эксфолиирует в первую очередь вашу кожу, ну и, конечно же, не травмирует ее, а делает ее более мягкой и упругой. Этот эффект как раз-таки мне и очень нравится. Теперь предлагаю поговорить про ежедневное очищение и увлажнение кожи, что, собственно, конечно же, нам всем необходимо. Я думаю, многие из нас с вами всегда в поисках хорошего базового ухода за телом. Те средства, которые действительно можно будет использовать каждый день, и мы будем видеть хороший и качественный результат. После очищения и базового увлажнения я использую еще несколько средств практически каждый день. Первое, что хочу вам показать, это будет вот такое небюджетное, но очень классное и эффективное средство от бренда Sandbart. Это гель с экстрактом плюща. Что он делает и вообще почему он так странно называется? Собственно, это средство, которое опять-таки будет давать хороший и заметный лимфодренажный эффект. Например, вы с вечера съели что-то солененькое, может быть, выпили бокал вина, просыпаетесь и видите, что тело такое немножечко отечное. В таком случае я наношу на какие-то проблемные участки как раз-таки это средство. Я, кстати, его показывала уже на своем телеграм-канале, и иногда я наношу его прямо на лицо, вот спустя 15-20 минут, реально, линии подтягиваются, лицо приобретает красивую вот эту вот правильную форму, и лишние отеки уходят. Собственно, точно так же эта баночка работает и на теле. Рекомендую, знаете, использовать, может быть, не на каждый день, а перед какими-то важными мероприятиями, выходами, может быть, съемками, фото, видео. Но честно скажу, что я долгое время отрицала этот продукт, не видела в нем вообще никакого смысла и не покупала, потому что мне казалось, что это просто трата денег. Уловка маркетинговая, но когда я его попробовала, все-таки поняла, что эффект от него есть. Бывают такие дни, когда вы понимаете, что хочется придать дополнительного эффекта сияния, упругости кожи, и я в таком случае очень люблю использовать текстуру сухого масла. Опять-таки познакомилась я с ней не так давно, в основном я использовала какие-то более-таки жирные, питательные масла, но, конечно же, это очень неудобно использовать на каждый день, потому что, когда ты надеваешь одежду, масло долго впитывается, оно начинает пачкать одежду, потом ты садишься в машину с голыми ногами, эти все следы остаются на салоне в машине, и, в общем, один дискомфорт. Поэтому я считала, что масла это только вариант для пляжа, но недавно для себя я открыла вот такое масло от бренда Nuxe, я думаю, что многие из вас с ним знакомы, потому что масло это очень популярно, оно есть еще в версии с сияющими частицами. Я взяла классическую для того, чтобы посмотреть, как оно будет работать, увлажнять или нет, и хочу сказать, что я начала его использовать сейчас и для тела, и для волос, и действительно оно очень универсальное. Покупала я его, кстати, в Казахстане в золотом яблоке, и думаю, что можно его вылавливать, опять-таки, по наличию в онлайн золотом яблоке, если что. Здесь идет распылитель-спрей, я всегда, на самом деле, в плане масел очень аккуратно отношусь к спреям, потому что ты вот вроде не замечаешь, а эти капельки падают, опять-таки, начинают пачкать все вокруг. Поэтому я всегда максимально аккуратно выдавливаю в ладонь, распределяя между ладонями и наношу на ноги, на руки, зону декольте и буквально небольшое количество на волосы. У именно этого масла очень приятная, неотталкивающая, мягкая душка, такая, знаете, вот она... Не знаю, почему-то сразу об отпуске у меня какие-то ассоциации, когда я чувствую этот аромат. Поэтому я уже вижу себя в отпуске, как я на пляже из косметички достаю это сухое масло и немного наношу его на себя. Я когда его выложила, мне, конечно же, многие написали, что с ним еще классно загорать, но я так делать не рекомендую, потому что можно получить очень быстро мощный такой ожог. Я загораю всегда только с SPF, но вот для того, чтобы придать телу, коже вот этот эффект сияния, это, конечно, будет, правда, очень-очень красиво. Конечно же, если вы хотите более очевидный эффект сияния, то вы всегда можете взять мой Skin Perfecter от бренда Organic Kitchen, нанести его на все открытые участки, можете смешать его с моим бронзером, также от Organic Kitchen, и получить эффект более загорелой, ухоженной и увлажненной кожи. Очень много вопросов я получаю касательно того, как добиться эффекта с загорелой кожей, при этом не посещая какие-то жаркие страны. Друзья, я часто рассказываю, показываю вам, что я использую автозагары, но не так много действительно хороших и мягких, которые не пятнят, и один из них, мой давний любимчик, бренд Clorance Self-Tent в текстуре гель. Друзья, он представлен в двух версиях, молочко и гель. Вот лично я рекомендую от всей души вам попробовать именно гелевую текстуру, потому что, на мой взгляд, она практически неповторима. Подобную текстуру я встречала только у Sensai, и вот сейчас есть у бренда Clorance. Он очень мягкий, легко наносится, не пятнит, легко распределяется. Важное правило перед нанесением абсолютно любого автозагара, это очень хорошо увлажнить нашу кожу, потому что кожа у нас на теле бывает даже чаще склонна к сухости, чем на лице. Бывают сухие участки в виде локтей, колен, и вот эти зоны, и вообще, в принципе, не только эти зоны, абсолютно все тело надо хорошо увлажнять. То есть я, когда выхожу из душа, наношу увлажняющий крем, пару минут жду, чтобы он впитался, и только потом я начинаю наносить автозагар. А перед этим еще хорошо бы, конечно же, поскрабироваться. Поэтому все эти правила обязательно важно применять для того, чтобы получать красивый натуральный эффект. Ну и, собственно, наношу его абсолютно на все тело, жду, пока автозагар впитается, и только потом начинаю одеваться. Он не оставляет следов, он не пятнит, но все, конечно же, зависит от того, как и сколько вы его нанесете. Касательно своего опыта, то у меня с ним все всегда прекрасно. Многие мои знакомые купили по моей наводке и тоже остались довольны. Поэтому, конечно же, при использовании автозагара очень важно не забывать, что после нужно помыть руки, и когда вы наносите его на ноги, не забывайте нанести и также на стопу, чтобы не было резкого перехода. Что еще хочу отметить, мне понравился вот такой автозагар бренда Seven Days. Здесь немножко другая текстура, она как раз таки идет в форме масла. И поэтому, когда вы наносите это масло-автозагар, вы получаете эффект подсвечения кожи здесь и сейчас. То есть масло все равно, да, оставляет вот этот блеск на теле. А спустя несколько часов проявляется как раз таки сам автозагар. Мягкое действие, и из-за того, что это именно масло, вам опять-таки легче увидеть границы, где, возможно, вы не нанесли этот автозагар, для того, чтобы не было никаких резких переходов. Что касается того, сколько раз в неделю, да, можно наносить автозагар, чтобы получать более яркий результат, все зависит опять-таки от увлажненности вашей кожи и от того, какой эффект вам нужен. Я наношу примерно три раза в неделю, и для того, чтобы поддерживать вот такой оттенок кожи, какой у меня сейчас есть. Конечно же, ноги у меня более загорелые, и часто все думают, что я очень долго отдыхала, но нет. Сейчас я много работаю и мажусь автозагаром. Ну и в завершении также хотелось бы отметить уход за руками, за кутикулами, потому что это тоже часть нашего тела. И важно, чтобы ручки у нас выглядели ухоженными, особенно. Я постоянно снимаю какой-то контент. Мои руки часто в кадре, поэтому для меня это действительно очень важное правило. Я безумно люблю вот это средство от бренда Christian Dior по уходу за ногтями и кутикулами. Это вот такой вот крем. Боже, он невероятно вкусно пахнет каким-то абрикосом. Собственно, он называется, кстати, по-моему, Apricot Cream. Его нужно наносить в небольшом количестве на кутикулы и распределять. То есть, вы знаете, для меня это даже такая некая медитация, когда я наношу крем на кутикулы, начинаю его распределять и просто как-то немножечко отдыхаю от повседневной какой-то рутины. Так, скажем, отключаюсь. Он оставляет слегка жирный блеск, но этот жирный блеск пропадает, наверное, через минутку. То есть, вам нужно его действительно немного. И эффект увлажненной кутикулы, вот этих, вы знаете, таких слегка подсвеченных пальчиков, остается на протяжении целого дня, что для меня, конечно же, важно. Но я знаю, что не всегда его можно поймать, опять-таки, в онлайн золотом яблоке, например, или в других магазинах. Я решила протестировать и попробовала вот такое более бюджетное и доступное средство от бренда The Act. Здесь у нас идет именно такая, знаете, гелевая текстура, опять-таки, для ногтей и для кутикулы. И вот по опыту использования этого средства хочу сказать, что его нужно прямо капельку не переборщить, потому что он оставляет более жирный блеск. Этот жирный блеск остается в таком немножко дискомфортном варианте, и мне потом всегда, если я переборщу, хочется промахнуть руки, немножечко вот его подснять. Если от Dior как-то вот вы не испытываете дискомфорта, потому что он все-таки быстрее впитывается, хотя текстура здесь более кремовая, более жирная, то вот этот гель, ну я даже не сказала, что это гель, нет, это гель масла, он оставляет после себя такой более заметный и блестящий результат. Это, конечно, не всем всегда нравится, но при этом при всем увлажняет и разглаживает он какие-то сухие участки тоже достаточно хорошо. Поэтому, если вы приноровитесь, будете его правильно использовать в нужном вам количестве, то эффект увлажненных и ухоженных рук сохранится с вами надолго. Ну и, собственно, маникюр можно будет делать реже. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом видео по уходу за телом у нас подходит к концу. Я надеюсь, что вы для себя взяли на заметку какие-то интересные продукты, лайфхаки, может быть, правила. Обязательно делитесь в комментариях, чем вы любите пользоваться по уходу за вашим телом. Пользуйтесь ли вы этим каждый день. Ну и, конечно же, я вас всех благодарю за то, что вы посмотрели это видео. Обязательно ставьте пальчик вверх, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забывайте про мои другие социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим роликом. А я вам всем желаю отличного настроения. Увидимся в следующих видео. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok